Всем здравствуйте! Новое событие в Геншине, дыхание анимонии. Давайте сразу перейдем к этому событию, здесь надо выполнить задание. И судя по всему, само событие довольно обширное. Нам перед тем, как открыть все испытания, придется выполнить задание, скорее всего. Поехали. Привет, Катерина! Рада встреча с вами в этот праздничный день. Итак, у тебя есть для нас какие-нибудь поручения? Боюсь, в ближайшее время найти для вас новые задания непросто. С наступлением праздника ветряных цветов всех манштадцев интересует только одно. Приготовить подарки для близких, но по традиции это нужно делать самостоятельно. Считайте, что в гильдии искателей приключений манштадта временное затишье. Пришла весна, любовь витает в воздухе, всем хочется только отдыхать отдыха и удовольствия. Кстати, да, действительно. Даже кошки из таверны по соседству целыми днями милуются друг с другом. Ох, какой ужас-то! Ах, знаешь, это чувство, когда как следует выспишься, выбегаешь на улицу, чтобы купить редкий горячий напиток, а последнюю пару стаканов прямо у тебя из-под носа уводит парочка насойливых влюбленных. Вот на что это похоже. Какая интересная метафора. Ха-ха. Может вам просто стоит воспользоваться этой возможностью? Ребятишки, как здорово, что я вас нашла! Я хотела бы просить вас о помощи. О, это Сахар пришел? Эй, Сахару, за привет. Ну же, Сахар, мы как раз переживали, что нам нечем заняться. О, хорошо. Вот как обстоят дела. В этом году мудрецы Реорда Фавониус выбрали меня особой посланницей праздника витриных цветов. Моя задача делать разные добрые дела во время этого праздника любви и благодарности. О, звучит неплохо. А как тебя выбрали-то? Пустую винную бутылку, любезно предоставленную долей ангелов, запустили вращаться по кругу с именами, а потом выбрали того, на чье имя указало горлышко бутылки. Чистая случайность, странный способ. Я и так подумал, но все говорят, что за счет этого обеспечения максимально... Обеспечивается максимальный беспристрастный выбор, так шансы стать особым посланником у всех равны. Дело в том, что я не сильно в общении с людьми не сильна, так что сначала я сильно испугалась, но все равно была очень рада получить такой титул. К счастью, я нашла, как себя подбодрить. Загляните. О-о-о. Ё-моё, это что, пробирка, что ли? Именно, каждый раз, когда я кому-то помогаю, я прошу этого человека сделать выдох, пробирку, так я смогу собрать много дыхания счастья. Звучит потрясающе. Ты будешь его исследовать, Сахар, а? Да, я уверена, что это вещество обладает большой ценностью. Если использовать его в алхимии, можно создать невиданные чудеса. Ну, например, приторный цветок сахаров, да? А, знаешь, и зачем ты это сказал? У Паймон сразу слюнки потекли. О, можно сделать даже что-то еще более замечательное. Но я не буду рассказывать о заключениях, пока не проверю, достаточно экспериментов не проведу. А алхимики должны следить за своими словами, когда делают огромкие заявления. А сейчас мне еще не хватает одной порции дыхания счастья. Выдохнете туда? Так, вот какая тебе нужна помощь. Паще простого, давай я сюда. Угости Паймон цыпленком в медовом соусе, и у тебя будет полная проверка. Полная проверка запахов цыпленка? Паймон не на шутку напряглась, чтобы придумать, как помочь. Или тебе нужно что-то более официальное и величественное, а, Сахар? Количество счастья зависит не от этого. Скорее возьмем, для примера, растение в саду. Попробовали ли вы вырастить что-нибудь самостоятельно? Плоды тем слаще, чем больше труда, и времени у вас ушло на их выращивание. Радость часто прямо пропорционально пережитым трудностям. Вот и мне особую радость приносит стабилизировать зелье после нескольких месяцев напряженных исследований. Чтобы получить особенно счастливый выдох, мне нужно сделать для других что-то сложное. Ааа, теперь до меня дошло. Выходит, нам нужно отыскать для тебя тех, кому нужна помощь. А это непросто, сейчас ведь праздник витриных вид цветочков. И если даже такие многоопытные путешественники, как почетный рыцарь, и Паймон не знает, что делать, да положись на меня, все хорошо, правда? У тебя есть идея? Я часто ищу работу на свою голову. Ой, ладно. Раз Макси Плей так говорит, то и Паймон постарается. По части разговоров, по крайней мере. А если ничего не выйдет, то можно Паймон все равно съесть цыпленка в медовом соусе. Это ведь праздник любви и благодарности, ты же понимаешь меня, да? Сахар, эээ, Сахароса, можешь подойти? Тебе посылка. Да, конечно. Я скоро вернусь. Ооо, средние ведь не подводят меня, там Каллея. Ну когда я до Каллея успела прибыть, Макштадт, а? Давай скорее ее возьмем, в смысле, догоним, поздороваемся. Так, ладно. Ну съем, я не могу по-другому озвучивать, ребят. Тут, наверное, диалогов огромное количество. Так, Каллея, привет. А, это вы, какое совпадение. Ты че это смотришь на одну точку? Что стрелось-то, а? Да нет, не волнуйтесь, да все в порядке. Я выбрала книгу сказок Манштадта в сувенирной лавке неподалеку. Мне листала книгу, и вдруг из нее выпала вложенная между страниц записка. Выглядит таинственно, похоже на пророчество. Выполнив это, ты сможешь зажечь светильник блаженства, после того, после чего обретешь высшее благословение. И что там написано-то? Ну, в смысле? Найди цветок не от мира сего. Найди проводника, что с пути не собьется. Найди уста, что не лгут. Найди легенду, которой нет до конца. Четыре условия, вот смотрите сами. Я спросил у продавщицы, но она ничего не знает о записке. Можем попробовать спросить у нашего друга. Так, погодите. Ага. Привет, прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но как называется эта книга сказок? А, это Принцесс Кабан. Что-то знакомое имя, кстати, это еще название. Странно, я читал эту сказку, в ней нет ничего связанного с запиской. Она покраснела, кстати. Ее знаете? Ой, да-да-да, конечно, Пайман вас познакомит. Это Сахар, алхимика, орда Фомониус. А это Калей, стажер лесного дозора Сумеру. Приветики. Ну, здравствуйте. Слушайте, она реально покрасила, смотрите. Ха-ха. Ты глупая, молодая. Неловкая ситуация. Ой, плохо дело-то. Когда общаются две стесняшки, сразу повисает неловкое молчание. Сахар, Роза, что ты думаешь о парурочестве? Оно может быть правдой. Я без соответствующего исследования не могу выдать обоснованное заключение. Но если вы хотите узнать мое субъективное мнение, я думаю, что оно не похоже на простой розыгрыш. Ну, а почему тогда? Книгу со сказкой станет листать только человек, чье сердце подобно детскому, а чисто и открыто для искусства. Оставший... Оставший пророчество человек наверняка это понимает. А разрушать подобную простодушную чистоту ложью? Не могу вообразить такого бессердечия. Какое неожиданное рассуждение, мне это нравится. Да-да-да, детей не забежать. А, тогда что это за благословение? Как ты думаешь, Шуаса Хороца? Ах. Слушай, может быть, речь идет об исполнении желаний каким-то волшебным существом. Я не слишком избираю в сказках, так что это всего лишь догадка. Даже не предположения, ведь для дельных предположений нужны данные и время для исследований. О-о-о-о! О-о-о, какие прекрасные догадки, надо распростить еще! Но я, наверное, выгляжу надоедливой, задавая столько вопросов. Мы ведь впервые встретились, что нужно говорить при первой встрече? Хочешь найти светильник блаженства? Да, если это возможно. И чтобы ты загадала, Калей. Я хочу исправить свой характер. Что? О-о-о, что такое ты говоришь? Ну уж нет, ты не можешь растратить желание на это? У тебя так отличный характер. Ну, спасибо за другие слова, но я лучше себя знаю. Калей, Калей! О, еще кто-то прибежал, смотрите. Вот, смотрите, смотрите, я и говорю, тут будет большое, большое сборище. Просто всех. О, это знакомый голос, это же... Эмбер? Откуда они знакомые? Вы еще, серьезно? Такого быть не может. Калей! Ого, в этот раз ты прибыла пораньше. Хорошо, что я такая зоркая и дерзкая. Высмотрела твои зеленые волосы издалека, иначе упустила бы тебя. Эмбер, как взять делишки-то? Ты съела все птицы... Питые, которые я тебе принесла в прошлый раз? Конечно, они с каждым разом все вкуснее. Судя по вашему разговору, ты уже поела вкусно, да? В Монштадте, видимо, ты была, да? Да. Когда-то вы давно в Монштадте мне очень сильно помогли. После того, как я вылечилась от Элиазара, я искал возможность наведаться в Монштадт, чтобы поделиться этими хорошими новостями. Замечательно. Спасибо, арригато. Если вы не против, я заберу у вас колеи, чтобы прогуляться. Покажи места, где она еще не была. Конечно. На здоровь, ушки. Ну, я ведь... Извините, Эмбер, я стесняюсь. Я договорилась встретиться со своими спутниками у городских ворот, и время встречи почти настало, так что я не могу отправиться с тобой на прогулку. Никаких проблем. Тогда вы немного отдохните, а я разыщу магистра Джеймсу. Джеймсу и попрошу отгул. Да, хорошо. Ребята, посмотрите, присмотрите, пожалуйста, за колей. Я зайду за ней позже. Мне уже не терпится представить ее. Целой кучей людей. Конечно, никаких возражений. Положитесь на нас. Отлично, тогда до встречи. Слушайте, это все... Подождите. А кто там будет дальше? Ого. Да в чем дело-то, колей? Ты выглядишь остроенный. Ну, извините. Я просто немного стесняюсь сегодня. Не обращайте внимания, пожалуйста. Эбр хочет познакомить меня с друзьями. Смог ли я найти с ними общий язык? Да. Я даже с Сокаруси не знаю, что сказать. Вот бы стать увереннее в себе. Может быть, мне... Мне бы было легче находить друзей. Нам же пора. Давайте отправимся к городским воротам. И посмотрим, пришли ли они. Кто? Как вы думаете, кто может сюда наведаться в Монштадт? Ее друзья. Точно кто-то из Сумиру, да? Ай-яй-яй. Подождите, а куда это? Где это? Это сюда надо идти? О, да. Опаньки. Ну, Тигнари, ладно, согласен, да. Отчего эти мельницы навевают такие теплые чувства? Это, наверное, из-за того, что ты давно здесь не был. Нет, дело в том, что своими крыльями они делают махи. О, какая глупая шутка. Ну же, разве так сложно сообразить, что ли? Они делают махи. Это звучит так похоже на Махаматра. Это не годится, да? А всегда, Рисайда, сюда быстрее. А, какая встреча. А, что? Так, у нее чувство юмора отсутствует, да? А это? Это Сахароза. Наставник, она алхимик, орда по вольню сны. Недавно познакомились. Сахароза, это мой наставник Тигнари. Он уважаемый лесной страж Сумиру, а еще очень известный ботаник. Калея переувеличивает мои заслуги. Приятно познакомиться. Значит, у тебя тоже есть наставник. Здравствуйте, господин Тигнари. Рад встретить вас. Да, а наставник столько всего знает. А это генерал Махаматра, Академия Сумиру, героический, могущественный Сайн. Добрый день. Только давайте я сразу скажу, что я не умею шутить, но вы все равно смеетесь. Что мы здесь с частным визитом, с жителями Манштадта, не стоит обращать внимание на наши чины. И не нужно звать нас официально, а Калея Сайну вполне подойдет. В крайнем случае, господин Сайд. Да, мы здесь не с официальным визитом, просто составили Калеи компанию. Составили компанию? Но это вы нас настаивали на поездках-то. Калея очень нам дорога, да она дорога. Путь и Сумиру Манштадт не близкий, и мы должны были обеспечить ее безопасность. Да, я много раз прекрасно добиралась сама. Ах ты, что-то здесь не то, да? А как же твоя работа-то? Что будет, если случится какая-нибудь гадость, пока генерал Махамады в отъезде? Проблем быть не должно, я временно перепоручил мои обязанности двум крайне надежным помощникам. А, постойка, Сахарус, договорил, что у тебя тоже есть настаник-то. Я как раз хотел упомянуть, что мы с тобой находимся в похожем положении. Я ассистентка господина Альбедо, гениального алхимика. А, Сахароза, не стоит называть меня гениальным. Это может создать, наверное, первое впечатление у гостей. Небо неверное. А, господин Альбедо. Но ведь это объективный факт. Ух ты, я Альбедо пришел. Отлично, чем больше народа, тем веселее. Все знакомятся и обмениваются любезностями. Кстати, раз уж основные научные интересы госпожи Сахароза лежат в области биоалхимии, быть может, вам известен механизм антитоксичного действия Лилии Каллы? Так, тихо-тихо, подождите. Может, не полезем сразу в такие дебри, в которых Паймон ничего не смыслит? Лилия Калла входит в число диковинок Манштадта, и я действительно проводила с ней ряд исследований. Если вам это интересно, господин Тигнари, я могу дать почитать письменные заключения. А мы же договорились отправиться отдохнуть-то. А ты опять думаешь, как бы улучшить свои лекарства и страв. И мы ведь планировали испытать в поездке наши новые личности. Какие еще новые личности-то? Моя личность, искушенный в исследовании пустынь, искатель приключений Сайна, Тигнари, технический консультант, похититель из сокровища Каллеи, странствующий музыкант. Эта игра кажется вам интересной? Очень. Что? Хотелось бы мне, чтобы некоторые неосторожные искатели приключений из леса Авидии рассмотрели возможность посетить Манштадт. Может, грипп филонема и... Не отличается интересной текстурой, но хотя бы не вызывает тошноты и расстройства желтка. Ха, хорошая шутка. Так, господин Тигнари, хочет получить целевое противоядие на основе вытяжки из лекалы, да? Именно так, по пути я собрал пару образцов. Первые опыты показывают, что попробовать стоит, голос сел. Я поняла. Не хочу умерять ваш пыл, но для исследования взаимодействия различных веществ требуется большое количество данных. Длительность исследовательского цикла сложно оценить заранее. Если прибавить к этому временную закупку и транспортировку материалов, не уверен, что мы успеем закончить до вашего отъезда. Что ты держишь в руке, а? Только не говори, что там есть что-то. Тогда позвольте мне помочь. О, господин Альбедо. Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор. Речь идет о средстве для обезвреживания ядовитых грибов, верно? Если у вас есть с собой образцы или связанная документация, мы... Точнее, вы позволите мне ознакомиться с ними чуть позже? Но прежде чем мы, мы хотелось бы взглянуть на это. Опа, подождите. План питания и ночлег гостей. Ааа. Ночлег. Одно из помещений господина Гёте. Предпочтительный вариант. Прием на гильзии сходили приключения. Запасной вариант. Ожидает подтверждение. Питание совместный. Ужин в первый день. В последующие дни. Нам рассказывают, видимо, что у нас будет, в принципе, проходить каждый день в событии. В последующие дни гости могут выбирать рестораны и товары. Города, именно на свое усмотрение. Города, точнее. В гостинице будет доступно все необходимое для готовки. Развлечения. С учетом предложений гостей, посмотров достопримечательность, мы с Харозой, Тимеем и рыцарем Урода Фауниус можем сопровождать их, при необходимости разделяясь на группы. Сувениры могут быть приобретены различными способами. Покупка великолепия ветра, сбор на природе, изготовление с помощью алхимии и ручных ремесел, научные наблюдения, преимущественно связанные с ботаникой. Деловые переговоры в данный момент потребностей нет. План питания и ночлега. Остальное все бессмыслится. Когда Альбедо успел все это написать, Пайман ничего не заметила. Вот это эффективность, да. Да не о чем так говорить. Скорее я должен извиниться за то, что вмешивался в профессиональную дискуссию квалифицированных специалистов, проделавших столь дальний путь, сам при этом не являясь ни искателем приключений, ни техническим консультантом, ни странствующим музыкантом. И все же путешественникам не помешало бы помочь знающего человека о помощи, а чтобы разобраться в местной кухне, одежде, жилье и составить план поездки. Взгляните, если что-то в этом плане вам не по душе, его можно изменить. Очень любезно с твоей стороны план Великальпин. Вот это да. Пайман тоже не откажется от обеда за компанию. Пайман тебя в плане-то не учитывали. Эээ, именно поэтому Пайман и говорит за компанию. Все. Продумано до мелочей. Искатель приключений, технический консультант и исполнительница музыки крайне признательна. Разве что... Нам тоже хотелось бы угостить вас. А почему бы не устроить пикник? Я могу заняться палаткой. Я буду рад помочь. Пайман сходит с ума с путешественницей, точнее в ресторан. Хороший охотник за закусками, манштадтское мясное сортие, за что надо. Хорошая мыс... Хорошо, так и сделаем. А мы с Акарозой проводим гостей в гостиницу. А ближе к вечеру встретимся на берегу озера. Так, нам теперь надо идти и отправляйтесь в ресторан хороший охотник. Сара, заверни нам с собой огромное мясо. Конечно, скорее все будет готово скоро. Хотите что-нибудь еще? Ай так, ну давайте начнем. Хотим ли мы еще что-нибудь, а? Так и бы, добавим еще цыпленка медовом соусе. Ура! Аааа, ты не забыла, ты лучшая. Ааа, преподнесу тебе цветочек-сахарочек из сыпленка в качестве анимонии. Главное, не перебей аппетит перед ужином. Ха-ха, не изволь беспокоиться и да, в Пайман всегда поместиться. Хорошо, подождем немножко. Пока Сара упаковывает мясное сортие, Пайман ест. О, как вкусно-то. Если такое случится еще раз в празднике витринных цветов, Пайман бы его каждый день отмечала. Ха-ха, что? Так, секунду. Ааа, отправляйтесь к месту проведения пикника. Наконец-то пикник, да, замечательно. Вау, 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 погодите, цветы. Оу. Так, секунду. Это, скорее всего, здесь будут испытания проходить, что ли, да? Ну, как-то не очень так масштабно по сравнению с предыдущими праздниками. Ладно, давайте сначала завершить задание, чтобы, видимо, все разблокировать. Поехали. Ну, а наконец-то вы в сборе. Мы не опоздали? Да вовсе нет, просто мы были свободны, вот и пришли пораньше, чтобы все подготовить. Палатку ставила колеи, она так быстро и крепко вяжет узлы, и сразу виден профессиональный подход. От меня всей пользы что-нибудь принести, подать... Спасибо. Спасибо урокам наставника, господина Сайна, они научили меня всему, что я знаю. Точно, для нас искателей приключений, это просто пара пустяков. Ах, довольная. Итак, скоро луна взойдет, пока мы будем распинаться в любезностях. Прошу всех садиться. Вы готовите принесенные... А, вы готовите принесенные продукты на открытом огне, но, сладившись прекрасным ужином, все рассаживаются у костра. Солнечная рыба просто восхитительна. Не знаю, как ты ее готовил, но подозреваю, что ярким вкусом блюда обязана не только рыбе. Абсолютно верно. Есть ли гипотеза других ингредиентов? О, если хорошенько вспомнить запах. Он был довольно однородным, будто сложной смеси. Пряности в эту рыбу не добавляли. Пахло чем-то незнакомым, наверное, какой-то местной диковинкой. В число съедобных растений Манштата входит Лилия Кала. Опять Лилия Кала. Но ее используют в супах, так что я бы предположил... Трава-светяшка. Именно так. Я слышал, что при приготовлении сумерской рыбы в сливочном соусе особое внимание уделяется нежной текстуре, которая подчеркивает свежесть рыбы. В Манштате нет такого богатства приправ, как в Сумеру, но принцип тот же. Дополнительные ингредиенты должны раскрывать и подчеркивать особенности блюда. Мне очень понравилось. Интересно было бы узнать точные пропорции. Я запишу тебе рецептик. Кто-нибудь хочет попробовать мое блюдо с высоким содержанием питательных веществ? Я попробую. Холи, а ты? А ты почти ничего не ешь. Совсем мне бы не проголодалась. Я всегда мало ем. Я на диете. Прошу прощения, неловко-то вышло. Это сигнал. Помнишь, на днях мы видели, как кто-то белый шагал по дороге? Может, это была Паймон? Когда? Сразу за каменными вратами. Сайна, у тебя же со зрением плохо. Ильи шапка на глазах сползла. Паймон летает, он не пешком ходит. Вот как. Так. А я думал, что это Паймон переела валяшки. Вы видели, что они, как они смотрели? Не смешно? Аааа! Вы что? Это была шутка. Это была шутка. Погодите. Это была шутка. Смысл шутки в том, что Паймон объелась валяшки, поэтому свалилась на землю. Что? Что? Почему все молчат? Это неотъемлемая часть процесса знакомства с Сайна, но, по крайней мере, судя по этим шуткам, он явно считает вас друзьями. Проведем эксперимент для проверки этой гипотезы. И о чем? Оказывают ли эндемические растения Монштадта системное воздействие на телесные функции лета тающих живых организмов? И не надо ставить опыты над Паймон. И вообще, следуя логе этой логике, от персиков с Зайтун Паймон станет зайчиком. Или вроде того. Да, очень мило. А, и ты туда же, да? У меня голос уже стел, я не могу ее больше обзвучивать. А Макс и Паймон ругаются куда смешнее, чем Сайна шутят. Вот как, наверное, у тебя просто накопилось против меня предубеждение. А в Монштадте Сайна изрядно повеселел-то. В Сумеру ты таким не был? Так я ведь сейчас искатель приключений Сайна. Не смешно. Что? В смысле не смешно? Ха-ха-ха-ха. О, смотрите на них. Справедливости ради, в Сумеру вы видели его только за работой. А так-то, в хорошем настроении он всегда такой, как сейчас. Точно могу подтвердить. Иногда вдруг за едой начинает жаловаться, что миска мелковатая, да не входит. И... Ну и все в таком духе. А, я понял. Нам придется познакомиться заново. Прежде вы общались с генералом Махаматрой Сайна, а теперь предвами искатель приключений Сайна. Вот, вот, вечно повторяет одни и те же якобы забавные фразы. Пока вы не перестанете сопротивляться. Будут два состояния у одного человека, да? Как там это называется? Сумасшествие, да? Как интересно, похож на свободную смену агрегатного состояния вещества. Хотелось бы мне такому научиться. Думаю, тогда бы ты не могла переключаться между Сахарозой-исследовательницей и Сахарозой-бездельницей. Кстати, почему бы вы выбрали Манштадт, кое-мечную целью путешествия? Да я просто услышала когда-то от Лизы, что праздник витряных цветов один из самых важных в Манштадте. Мне показалось, что я должна поделиться таким чудесным праздником в благодарность за работу, которую меня кружили прежде. За заботу, прошу прощения. Малыш, кали, полезно. Проветриться и завести новый трусей. Что? Калиешки? Аааа? Еще одна шутка. Калиешка звучит похоже на малышку. И вообще, это распространенная модель Своябрая. Слово образования на Тайвати. Светяшка-валяшка. Я не знаю, что происходит здесь. Такое молчание было. А что ты меня? Ах, просто проигнорировал неудачную шутку и продолжает разговор, чем не бывало. Наверное, иногда только это и может сработать. То из-за недавних перемен Сумера у меня поубавилось работы. Вот я воспользовался редким шансом отправиться в отпуск в компании Калии. А заодно изучить флору и фауну Манштадта. Два в одном. А, ты Сайна? Ну, я храню Калии и шучу. Это просто предлог. Такая музыка, смотрите-ка. Кроме того, у меня интересуют эксклюзивные карточные рубашки для священного призыва Семерых. Что? А, вот зачем-то сюда тебя привело-то, а? Вы уже играли в священный призыв? Конечно. Не зря я горжусь дружбой с тобой. Мне захотелось сменить рубашку для своих карт. Я расспросил там и тут и решил обратиться со советом к легендарному господину Мелу. Мой товарищ по игре, Савада, участвовал в празднике Иерадории в Инадзуме. Он рассказал мне, что господин Мел родом из Манштадта. Вот я и прибыл сюда попытать удачу. Господин Мел, это же... Что, вы его знаете? Так значит, ты прибыл в Манштадт, чтобы отыскать господина Мела. Нет, все не так. В первую очередь ради защиты Калии, конечно же. Да ладно тебе, Калия уже несколько раз бегал в Манштадт, а ты выброс только сейчас. За тобой дела обстоят иначе, что ли? Будь с нами, мой друг-писатель, он сказал бы, что такое нарочно не придумаешь, словно начало хорошей истории. В любом случае, встретить поклонников всегда приятно. Ты собираешься признаться, что ли? Постой-ка. Вы есть господин Мел? Я чувствую себя немного странно, когда новые друзья увеличают меня по псевдониму. Зовите меня просто Альбедо. Что? Так ты это господин Мел, да? Сайна в последнее время все твердит без устали, что надо упросить себя разобрать дизайн карточной рубашки. Эх, это не обязательно было рассказывать. Обычно я не принимаю частные заказы, но с вами мы за несколько встреч успели сдружиться. Вы очень яркие и эрудированные личности, а любовь Сайна к священному призыву семерых видна невооруженным взглядом. Само собой, я был напольщен тем, что вы проделали долгий путь и сумеруем ради встречи со мной. А потому для меня будет счастье выполнить этот заказ. Твой наставник такой учтивый. Господин Сигнария произвел на меня тоже впечатление, и вообще, хоть они и очень разные, но характеры у них схожи. Итак, какую сумму мне стоит подготовить для вас за этот великий шедевр? Не думаю, что стоит называть это великим шедевром, но рисунок, который украсит рубашку моих колод, по определению, является великим шедевром. Пока не мере, я не могу назвать его иначе. Ох, уж эти любители карточных игр. Понятно, это предмет практически религиозного поклонения. Тогда для начала я бы хотел услышать еще пару твоих шуток. Шуток? Тебе действительно они понравились? Да. Правда? Но ты не смеялся ведь? Ну, вызывает ли шутка смеха, это уже другой вопрос, но я определенно их нахожу и забавными. Извините, я вас прерву, конечно, вы чувствуете этот странный запах? О, нет, мое питательное блюдо. Да все в порядке, или я все время буду голодная. А, поговорите с сахарозой. А, ну вот, все не так-то плохо, только на дне слегка подгорело котел, можно будет отмыть. А, все благодарить Донкому обонянию Тигнали. О, такое нередко случается на пикниках, да? Не принимай близких сердцев сахароза. Мне немного неловко перед господином Сайна, надо бы выбрать другой день и попробовать еще раз. Да еще кое-что, не знаю, заметили ли вы? Каллея как будто что-то расстроила, и даже общий разговор ее не развеселил. Да, правда? Помните ту записку? Я тут подумала, если разгадать загадку, можно подарить Каллее шанс получить благословение. Точно, ей нужна помощь, как раз, как ты и искала. Да, именно. Может быть, тогда она сделает выдох мою пробирку. Нет, об этом лучше потом. Исследование важно для меня, но удивить... Увидеть радость на ее лице в вожде. Хорошо, мы поможем. Правда? Скажите мне честно, вы тоже думаете, что на это пророчество можно положиться? Есть способ проверить? Ну, точно. Мы отлучимся ненадолго. Хорошо, встретимся у алхимического верстака в Манштадте, я пока поразмышляю. Ой, я не знаю. Вы вернулись! Точнее, мы. Какая жалость, что вы вернулись. Вы, точнее, вы пропустили шутку про... Машущую мельницу. А что? Да нет, не заставляйте меня слушать ее в пятый раз, пожалуйста. Это так ужасно. Вот теперь, пойман, стало интереснее ее послушать. Мельница крутит. А, она как-то махи делает, да? Махаматра, что это, блин? Ты говоришь, что хочешь посмотреть на Дракона Востока, когда отправляешься в путь-то? Завтра утром. А ты, какие у тебя планы? Я собираюсь прогуляться по горам, собрать образцы растений. Отправимся вместе. Я хочу набраться вдохновения для создания эскиза. Нашла, нашла! О, нет, еще кто-то у нас тут. Эол, как ее зовут? Эола, по-моему, да? Сразу поняла, что напала на след, когда я увидела огонь в неположенном месте. И знаете, что? Вот пока персонаж не появляется у вас в команде, название, конечно, имя точнее, вспомнить очень сложно. А потом, конечно же, не забываешь. А у тебя отличное зрение. Настоящий скаут, Ордов Аводиус. Ах, мы что, тут нарушили правила противопожарной безопасности или что-то в этом духе, да? Вообще-то нет, строго говоря, вы должны были известить о своих планах заранее, но раз уж с вами два алхимика, я закрою на это глаза. Да, позвольте представить, меня зовут Эмбер, а это моя подруга, капитан разведывательного отряда Эола. Да, добрый вечер, вы друзья Калии, да? Рады встречи. Приятно познакомиться, Эмбер и Эола. Калии о вас много рассказывала. Правда, только хорошая, надеюсь. Ну ты же уже спрашивала в прошлый раз, конечно же, хорошая. Я бы сказал, как только приходит письмо, мы узнаем все последние, все последние новости о вас. Рады узнать, что мы произвели хорошее впечатление, но мы заберем Калии и не будем помешать. Идем, Калии, покажем тебе несколько шикарных местечек. Конечно, конечно. А, как всегда, полна энергии, да? Ты знакома с Эмбер, точнее, ты знаком? Ну да, мы встречались, она очень дорогая Калия, и мы ей очень благодарны. Эмбер такая бойкая и общительная, с любым он найдет общий язык. Ага, сегодня уже поздно и на завтра у нас многое запланировано, давайте вернемся домой и отдохнем. Да, будем беречь силы. Да, начнемся собирать. Вы вместе убираете площадку для пикника и прощаетесь. В гимнате. Ты хочешь спросить о записке у водяшки, да? Именно так. А, понимаю тебя, с полуслова. В это время он наверняка наколачивается в какой-нибудь тверне. Загоним его в угол и заставим отвечать на вопросы. Да, пойдемте. Так, годите. Направляйтесь в долю ангелов. Они, кстати, реально за собой все убрали, смотрите. Сзади ничего не было. Опаньки. И еще один персонаж, смотрите. О, давно не виделись. Че так, че это стоило ожидать-то? Вот и бродяжка, и как обычно, за выпивкой. Оставь стакан и сосредоточься, у нас к тебе серьезное дело. О, ладненько. Вы пересказываете в Энте таинственное пророчество. Ну и что скажешь-то? Есть какие-нибудь соображения? А, вы забыли? Сейчас ведь праздник ветряных цветов. Не лучшее время, чтобы обращаться за помощью. Так, ты можешь не сообщать нам ответ, а просто скажи, стоит ли вообще пробовать. Похоже, вам не помешает парочка подсказок, да? Эй, парочка благословений заодно. Отличный ответ. А пророчество оставлено крайне могущественной личностью, если разгадать загадку, точно случится что-то хорошее. А еще я знаю, где находится светильник. Когда найдете все четыре цели и записки, я подскажу вам место. Я просто саму великодушие, правда? Ну ладно, мы с тобой сначала не ждали от тебя многого. Мы с самого начала не ждали от тебя многого. Влад, все, мне голос сел. Можешь продолжать пить свое вино и пускать слова на ветер? Мое сердце разбито. В глазах поймены я лишь беззельник и пьяниц. Между прочим, у Барда немало важных дел, но так уж вышло, что наслаждаться жизнью наиважнейшие из них. Макси Плей, пропустим по стаканчику? Как закончишь? Вроде, как услуг за услугу. Что? Так, теперь давайте с Сахарозой поговорим, да? Опа. Светогни от мира сего. Так, нет мира сего. Эй, Сахар, есть плохая новость и хорошая, какую ты хочешь услышать? Ну давайте сначала плохую. Что? Разве люди не предпочитают сначала порадоваться? Паймон ближе к делу. Ладно, мы сходим погадать в долине ветром. И ветер победит нам, что в этом пророчестве есть смысл. Ты правильно думаешь? А им стоит заняться, да? Ну это не похоже на плохую новость. Давай перейдем к ней. Плохую новость поймон съела. Офигеть, офигеть. Не, вот это была хорошая шутка. Не надо тут лица делать. Да, это все Сайн. Все. Несмешные шутки на его совести. Да, ничего страшного. Теперь мне куда спокойнее. Вернемся к вопросу, над которым я сейчас размышляла. Я подумал, что под цветком не от мира сего может подразумеваться искусственный выведенный сорт. Но поскольку такое растение будет вариацией существующего в природном мире, вряд ли моя догадка верна. Что подводит нас к вопросу, можно ли проследить происхождение цветка от природного организма, если да, то, бро, его нельзя сказать, что он от мира сего. Но даже если мы найдем растение, подходящее под нужные критерии, то сможет определить, от мира сего ли он. И означает ли он от мира сего то же, что и из этого мира. Или может все еще сложнее. Это что? Давай пока остановимся с такими вопросами. У Паймон голова уже кругом. Хорошо, вернемся к гипотезам. Мне кажется, цветок не от мира сего может быть продуктом алхимии. Как вам такая мысль? Альбедо таким занимается, да? Господин Альбедо может знать, но спрашивать у него, это как будто... Во время экзамена пройти к преподавателю за ответом прийти. Теряется ощущение поиска истины. Я лучше для начала подумаю сама. А может речь идет о анимонии? А, кстати, есть такая вероятность, да. Анимония не какой-то конкретный цветок. Каждый волен выбрать ее по своему разумению. Аммм, поэтому можно сказать, что анимония не от мира сего. Может быть, мы и на верном пути? Запишу себе, вернусь и поищу литературу. Ого, шеньки, Паймон бывает полезно. Хотя, возможно, это все заслуга цыпленка в медовом соусе. Неожиданно, не гадан, неожиданно, не гадан прямо в яблочко. Мне нужно время на подготовку. Давайте встретимся здесь через два дня. Хорошо, мы пока подумаем над ответами на оставшиеся три загадки. Вот только, может, нам стоит известить Каллее, какую работу мы тут развернули. Мне хотелось бы устроить ей сюрприз, к тому же я боюсь не оправдать ее ожидания. Но, Паймон права, я все как следует сформулирую и расскажу ей обо всем в ближайшие пару дней. Ясненько, спасибо вам. Оп! Слушайте, ну да, мы завершили. А, ох, ты шьет! Вот, вот оно что, и вот чего я ожидал на самом деле. Давайте сначала с магазина. Так, магазин, это что у нас такое? Особенный материал пробуждения цветка. Материал для пробуждения. А, так здесь, кстати, можно получить... Сейчас вы поймете, что здесь можно получить. Так, магазин, понятно, да? То есть встречи на ветру, это то, что мы сегодня пытались... А, нет, это другое что-то. А что это такое? Можно посмотреть? А, да, 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 все-таки прав. Прибытие чужеземцев, да? Загадка среди людей, удача скрывается в облаках. А это будет у нас только завтра доступно, да? Ясненько. Это то, что мы сегодня пытались озвучивать. У меня после этого голос уже сел точно. Так, цветочная погоня. Это уже испытания начались. Отдельно по данным испытаниям я сниму видео, которые выйдут сегодня, чуть позже. Не забудьте подписаться, написать комментарий, поставить лайк, нажать на колокольчик. Смотрите видео всегда до конца. И подписывайтесь на канал, ссылочки которых расположены в описании к этому видео. Там еще больше контента и видео выходит намного быстрее. Увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...